Новая экспозиция под названием «Зеркало нашего времени», открывшаяся на днях в историко-культурном центре, это очередная попытка осмыслить события, происходящие сейчас на Украине. Посетители смогут взглянуть на них глазами человека, который пробыл за ленточкой не один месяц. Автор выставки, оператор Первого канала, фотограф Владимир Гриневич, уже хорошо знаком видновчанам. Закон с небольшим, третий выставок. Третье, и я вам хочу сказать, каждая, на мой взгляд, это шедевр, это уникальность. И исходя из своего опыта, скажем, вот лет через 20 мы все поймем, чего это стоит. Из 150 фотографий, сделанных Владимирову за последние несколько месяцев в ходе рабочих командировок, для выставки были отобраны 90 самых ярких и запоминающихся. Экспозиция поделена на несколько тематических разделов. Первый зал сразу погружает посетителей в атмосферу военных действий. Я хочу, чтобы человек, когда зашел, он увидел, что происходит там. Вот, допустим, кстати, интересная фотография на гиацинт получилась. Ну, правда, случайно. Вы видите, насколько 152-мм снаряд выстреливается таким хлопком, что, видите, это не смазано, это подрывается пыль. Более половины представленных работ – портреты бойцов Вооруженных сил России. Именно они – центральная часть экспозиции. Человек, который будет смотреть в глаза вот этому парню, чтобы они знали, кто он, хотя бы кто он. Он артиллерист. Все, больше ничего не надо. Просто дальше смотрите на него. Посмотрите, может быть, вы увидите в нем знакомого. Может быть, вы что-то прочитаете в его глазах. Вот это мне нужно было передать. Глаза наиболее пронзительно дают возможность, ну, чуть-чуть почувствовать ту атмосферу того бытия, которое присутствует сейчас там, вот этого военного времени, вот этой боли, тоски, где-то ожидания чего-либо. Ну, и, конечно, большого желания вернуться домой. Русский солдат, он везде приспособится и везде будет сильным духом. Он никогда не покажет свою слабость, потому что дрогнувшие в бою пулю пловит сразу же. Здесь мы видим на этой выставке, на этих фотографах, все солдаты, все жизнерадости, как бы тяжело нам не было. В день открытия выставки ее посетили ученики 5-й видновской школы. На одном из уроков мужества ребятам предложили познакомиться с экспозицией, и те с радостью согласились. У нас сюда привел учитель истории, и мы узнали, что на войне участвовал ученик нашей школы и погиб там, граждане сражаясь. Это не фотографии специальные, это моменты сфотканные. Мы узнали, что там происходит, как там у них дела. Одновременно с выставкой в Историко-культурном центре фотоматериалы будут представлены и питерской публике. В ближайшее время экспозиция работ Владимира Гриневича откроется в Санкт-Петербургском военно-историческом музее артиллерии инженерных войск и войск связи. Ну а видновчане смогут познакомиться с экспозицией до 28 мая.